Всем привет, с вами Техноарена. Производители смартфонов регулярно радуют нас новинками, и сегодня я расскажу вам о четырех смартфонах, которые совсем скоро должны появиться на прилавках магазинов. Будет интересно, так что смотрите видео до конца. Ну а перед тем, как я начну, напомню вам, что подписавшись на канал Техноарена и нажав на колокольчик, вы всегда будете в курсе последних новостей из индустрии смартфонов и гаджетов. Ведь на канале регулярно выходят новые рейтинги и обзоры, которые могут быть для вас интересны и помогут определиться с покупкой. Ну а теперь устраивайтесь поудобнее, не забывайте о лайках и комментариях, а я расскажу вам о самых ожидаемых смартфонах. Поехали! Презентация Oppo K9 должна состояться совсем скоро, и уже известно много характеристик этого смартфона. По информации из проверенных источников, новинка получит AMOLED-экран диагональю 6,43 дюйма с разрешением Full HD+, и встроенным сканером отпечатка пальца. В углу экрана будет располагаться 32-мегапиксельная фронтальная камера, а с тыльной стороны камерный блок получит основной модуль с разрешением 64 мегапикселей и парочку дополнительных. Скорее всего, это будет сверхширокоугольный модуль и датчик глубины. Что касается процессора, то это, скорее всего, будет восьмиядерный Snapdragon 768G, который обеспечит высокую производительность, а также поддержку 5G. Оперативной памяти у смартфона будет 8 ГБ, а встроенный, в зависимости от версии, 128 или 256 ГБ. Также известно, что Oppo K9 будет доступен в двух цветовых решениях, получит аккумулятор емкостью 4300 мАч и будет поддерживать выструю 65-ваттную зарядку. По заверениям производителя, полная зарядка батареи займет всего 35 минут. В общем, в среднем ценовом сегменте должен появиться отличный смартфон, который сможет составить конкуренцию другим устройствам. Компания Huawei тоже в скором времени должна будет порадовать линейкой новых флагманских смартфонов. Huawei P50 будет младшей моделью в линейке. Это должен быть довольно компактный смартфон, который, по слухам, получит OLED-экран диагональю 6,2 дюйма с частотой обновления 90 Гц. Сердцем смартфона станет процессор Kirin 9000i. Это слегка упрощенная версия флагманского Kirin 9000i, сохраняющая главные достоинства передового процессора – 5-нанометровый техпроцесс и поддержка 5G. Так что запаса производительности смартфона будет достаточно для комфортного использования на несколько лет вперед. Что касается вариантов памяти, то пока что заявлена только версия на 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной. Хотя, возможно, будут и другие комбинации. По камерам нет точной информации, но можно не сомневаться, что компания Huawei снабдит свой новый флагман отличной оптикой, которая позволит делать качественные фотки и видео в любых условиях съемки. Ну а что касается автономности, то, скорее всего, смартфон получит батарею емкостью 4000 мАч, которая в сочетании с энергоэффективным процессором обеспечит день активного пользования. Кроме того, известно, что Huawei P50 будет поддерживать быструю зарядку, которая позволит полностью зарядить батарею за полчаса. Но и самое главное, производитель обещал использовать новую операционку – Harmony Operating System, которая придет на замену Android. Любителям мобильного гейминга стоит ждать новой Lenovo Legion Phone Duel 2. Он получит мощный процессор Snapdragon 888 и будет выпускаться в нескольких версиях памяти вплоть до 18 ГБ оперативы стандарта LPDDR5. Экран у него будет огромный, диагональю 6,92 дюйма, так что будет много пространства для комфортной игры. AMOLED матрица экрана обеспечит отличную цветопередачу, а частота обновления – 144 Гц, плавность игрового процесса и работы интерфейса. Ну а чтобы во время длительных игровых баталий смартфон не перегревался, производители оснастят его двумя мощными кулерами. Также стоит отметить, что смартфон получит мощные стереодинамики, 8 дополнительных кнопок для управления в играх и надежную фронтальную камеру с разрешением 44 Мп, которая заточена специально для проведения стримов. В общем, заядлым геймерам такой смартфон точно понравится. Ну а что касается автономности, то Lenovo Legion Phone Dual 2 получит двойной аккумулятор общей емкостью 5050 мАч, который, по заверениям производителя, обеспечит долгое время работы. Ну а заряжать смартфон можно будет через один разъем USB Type-C с мощностью 65 Вт или же сразу же через два порта, тогда мощность составит 90 Вт. Еще один игровой смартфон, который выйдет в ближайшее время – Asus ROG Phone 5 Ultimate. Он получит топовое железо в виде процессора Snapdragon 888 и 18 ГБ оперативной памяти LPDDR5, а также графический процессор Adreno 660. Так что еще пару лет на таком смартфоне можно будет комфортно рубиться в популярные игры на высоких настройках. Комфорта во время игр добавит и большой AMOLED-экран диагональю 6,78 дюйма, с частотой обновления 144 Гц и временем отклика всего 1 мс, а также эффективная система охлаждения с возможностью регулировать работу внешнего кулера. Так как смартфон создан в первую очередь для геймеров, в нем будет предусмотрено фирменное приложение, позволяющее управлять настройками экрана, производительностью и другими параметрами. Также будет возможность создавать профили с оптимальными настройками для конкретных игр. За автономность Asus ROG Phone 5 Ultimate будет отвечать двойной аккумулятор емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой 65-ваттной зарядки. А за съемку 64-мегапиксельная основная камера, дополненная сверхширокоугольным модулем с разрешением 13 мегапикселей. Они обеспечат отличное качество съемки, ну а что касается фронтальной камеры, то она получит сенсор с разрешением 24 мегапикселей, позволит делать качественные селфи и вести стримы в высоком разрешении. Короче, среди игровых смартфонов будет отличная новинка, которая понравится многим геймерам. На этом у меня сегодня все, ждем поступления этих смартфонов в продажу, чтобы можно было сравнить их с другими устройствами. Ставьте лайк, если вам понравился ролик и пишите в комментариях обзоры на какие смартфоны вы бы хотели увидеть в ближайшее время. Ну а чтобы не пропустить выход новых видео на канале, рекомендую вам подписаться, если вы не сделали этого раньше, и нажать на колокольчик. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч на канале Техноарена!